Здравствуйте! С вами Анна Каминская, ведущая волшебница проекта «Волшебнутый кофе», и сейчас мы вместе с вами сделаем прогноз на 2024 год для знака зодиака «Козерог». Мы будем использовать следующие инструменты – кофейную гущу, оракулы и карты Таро. Начнем мы с кофейной гущи. Первое, что мы посмотрим – это блюдце. Блюдце у нас означает «прошлое», и мы сейчас узнаем, что было в прошлом у «Козерогов» в 2023 году. Ну, блюдце здесь вышло достаточно непростое у «Козерогов». Сложные ситуации были, было очень много конфликтных ситуаций, то есть такое постоянное какое-то соперничество, есть некий аспект напряжения. «Козероги» наши устали в 2023 году. Давайте посмотрим, что их ожидает в 2024. Для этого мы посмотрим салфеточку, которая будет означать как раз тенденцию развития ситуации. Вот так вот выглядит салфеточка у наших «Козерогов». И в данной салфеточке мы видим, опять-таки, символ креста, и вот здесь несколько у нас таких метелок. Когда у нас выходит метла, ну, это значит, нужно убраться, да, то есть нужно навести порядок. И первое, с чего нужно начать козерогом, это с наведения порядка. Вообще данный знак зодиака, он очень любит порядок, планомерность. Ну, вот, видимо, вот этот сумбур 2023 года требует наведения порядка. То есть нужно, так сказать, чтобы ушли лишние люди, чтобы мы отсекли все лишнее. Возможно, будут какие-то конфликтные ситуации продолжаться, но они необходимы для того, чтобы мы, собственно, освободились и поняли, что нам нужно. И что не нужно. Давайте посмотрим чашечку. Ну, вот чашечка тоже у козерогов достаточно непростая. Все-таки можно сказать, поскольку здесь много гущи у нас скопилось, что в течение года здесь будут испытания для козерогов. Нужно продолжать наводить порядок, да, проявлять упорство. В легкую здесь не удастся достичь результатов. Нужно будет преодолевать препятствия. Начало года. Начало года здесь у нас тоже начинается с неких сложностей. Эти сложности могут у нас коснуться как вопросов личного характера, так и профессионального плана. Но здесь может одержать поддержку человек на букву «С», да, с инициалами на букву «С». Поэтому стараемся, так сказать, иметь в своем окружении таких людей, и козероги смогут рассчитывать на их поддержку. К концу весны козерогам нужно быть очень аккуратными с финансами, потому что здесь, возможно, кое-какие неприятности, да, то есть не нужно вкладываться во что-то рисковое, не нужно давать в долг, потому что финансовая ситуация здесь обещает быть не на очень высоком уровне. Поэтому деньги лучше сберегать. Ну, лето, здесь будет две даты таких ключевых, цифра 12 и цифра 17, то есть это могут быть действительно даты, либо это может быть время, либо другой, любой другой информационный носитель, где будет данная цифра. Следует обратить внимание на буквы «В» и буквы «Х», эти буквы могут быть в инициалах людей, либо обозначать какие-то события существительные. Так, ближе, соответственно, к осени, здесь откроются новые возможности у козерогов, но, видимо, вот такой непростой период первого полугодия окажет влияние, и козероги здесь не будут стремиться действовать очень оперативно. И, возможно, это и является правильной политикой, потому что здесь у нас на сентябрь месяц скопление людей в шляпах, это значит, что люди что-то скрывают, то есть не вся информация достоверная, не любой информации можно верить. И как раз у нас вот в октябре начинает падать, так сказать, некий букет, то есть, видимо, те разговоры, те предложения, которые будут высказаны в октябре, не будут иметь под собой никакой твердой почвы. Но декабрь месяц, тем не менее, сулит все-таки определенный успех в делах. Козероги у нас все равно будут при финансах и выйдут в плюс. Несмотря на то, что год такой достаточно сложный, в декабрь месяц как-то очень здорово у них отыграется, и в следующий год, уже в 2025-е, они выйдут в таком существенном плюсе и смогут увеличивать свой финансовый доход. Для того, чтобы делать качественные предсказания на кофейной гуще, нужно готовить кофе в турке. Для кофе в турке нужно использовать кофе ультрамелкого помола, тогда у нас будут наиболее интересные и читабельные символы. Проект «Волшебнутый кофе» работает на кофе «Либо». Кофе «Либо» – это первый молотый кофе для турки в России, и он отлично подходит для гаданий на кофейной гуще. И давайте сейчас возьмем подсказку у Оракула и узнаем, на что следует обратить внимание к озерогам в 2024 году на бытовом плане. Смотрите, к озерогам нужно придерживаться уже проверенных союзов, проверенных временем людей, и остерегаться новых людей. То есть вначале им вообще в целом следует проверять любую информацию, проверять людей, лучше доверять тем людям, с которыми уже у них было взаимодействие и которые проверены в деле. И сейчас мы с вами посмотрим духовный план. Что будет происходить на духовном плане у знака зодиака «Козерог» в 2024 году? Смотрите, в духовном плане к озерогу следует отправиться на поиски недостающего какого-то пазла. То есть здесь время уйти в какой-то путь, возможно сорваться с насиженного места, но это необходимо для дальнейшего духовного роста. И следующая карта «Иерофант» говорит о том, что возможно к озерогам потребуется какой-то наставник, учитель, который будет их поддерживать, либо некоторые козероги уже смогут стать самостоятельно наставниками, и тогда их задача будет поддерживать других людей, оказывая им, возможно, даже психологическую помощь. И сейчас мы возьмем совет-подсказку от фирменного кофейного оракула «Волшебнутый кофе» для козерогов на 2024 год. Даже две карты у нас вышло. Смотрите, единорог. Но это мифическое животное, которое очень своенравное, очень честное, очень чистое. Козерогам нужно придерживаться чистых помыслов. Тогда все у них получится. На этом все, мои дорогие козероги. Поздравляю вас с наступившим 2024 годом. Желаю вам успешного плодотворного года. Подписывайтесь на канал «Либо кофе», а также приходите в кофейне «Волшебнутого кофе» в Москве и Санкт-Петербурге. С вами была ведущая волшебница проекта «Волшебнутый кофе» Анна Каминская.